Вот и закончилась конференция Profit Security Day 2024 года. Сегодня была очень содержательная панельная дискуссия, на которой мы обсудили все боли информационной безопасности, сервисную модель и даже искусственный интеллект. Информационная безопасность — это своеобразное противостояние добра и зла, черные-белые хакеры, стратегии защиты, стратегии нападения. И порой мы пребываем в иллюзии того, что мы действительно защищены. Как разрушить эти иллюзии и прийти к реальной защите, мы обсуждали на сегодняшней конференции. Прекрасная конференция, считаю ее одной из лучших в Казахстане именно по взаимодействию как партнеров, вендоров, так и заказчиков конкретных людей, которым нужны решения проблем их информационной безопасности. Прекрасная конференция, которая из года в год собирает интересных спикеров. Есть открытый диалог, на котором можно открыто, без всяких прикрас, обсудить, в том числе и боли, и достижения наши за год. Панельная сессия сейчас показала большую заинтересованность всех в развитии информобезопасности. Классная идея вокруг шахмат, белая, черная, за, против, защищающие, атакующие. Вот сама концепция мне очень понравилась. Фактически каждого, с кем довелось пообщаться, очень разнообразные задачи. Каждый приходит с живым интересом к решениям, которые здесь обсуждаются. На стендах всегда очень живо, всегда очень много людей. А с организацией здесь настолько все в порядке, что мы даже на уровне России мы всегда такое видим, или вообще где-то в других государствах. Все просто очень круто, здорово. Очень дружественная здесь обстановка. Очень все оформлено и сделано, просчитано так, что это мероприятие становится с каждым годом все интереснее. Ну, я вижу, что зал полон, даже после обеда люди сидят, слушают, внимают, задают вопросы. Мне кажется, самое главное – конференции, возможности не только общения, но и внятие и принятие новой информации. Очень сильно откликнулось, наверное, вот вопросы регуляторики. Вопросы, там, приоритетов для сегодняшних компаний. Я не совсем согласен со всеми участниками, что регуляторные требования обязательно нужно усиливать. Да, я вижу, что сегодня компания достаточно сознательно начинает подходить к вопросам информационной безопасности без регуляторики. Наоборот, регуляторика иногда вредит. Искусственный интеллект мы обсудили буквально за пять минут, а вот вопросы сервисной модели информационной безопасности мы обсуждали, наверное, минут сорок. И не могли остановиться, потому что эта дискуссия была интересна как спикерам, так и слушателям. Боли – это нестабильная геополитическая обстановка, которая происходит, и надо учитывать факторы, риск дополнительный, который накладывается нам от поставщиков услуг каких-то. А также люди зачастую пренебрегают информационной безопасностью. Очень интересно, когда проводятся параллели между тем, что данные, с одной стороны, должны быть и сегменты защищены, с другой стороны, все хотят некоторой транспарентности обработки этих данных. Вообще было интересно услышать про различные концепции развития информационной безопасности. И очень приятно, что Республика Казахстан имеет свою собственную концепцию развития ИБ и совершенствует ее постоянно. В основном люди интересуются различными решениями по обеспечению безопасности сетей, безопасности инфраструктуры, в целом IT-инфраструктуры. У людей есть различные задачи по контролю в основном администраторов, по сегментации сетей с тем, чтобы перенести данные из одного в другое. Спектр проблем решаемый. Главное – общаться друг с другом и понимать, как это все вместе решить. Одна из больных тем или животрепещущих тем – это внедрение искусственного интеллекта для анализа безопасности. С одной стороны, очень большой потенциал, с другой стороны, большая угроза. Поэтому, мне кажется, в ближайший год это будет одно из самых актуальных исследований для гипербезопасности. Больше всего вопросов, которые волнуют большинство людей, которые связаны с безопасностью. Интеграция сервисов с облаком и безопасность, скажем, информации, которая в это облако передается. Успел себя поймать на мысли, что я не просто пришел рассказать свою презентацию. Оказывается, все, что я рассказывал про тот же SOC, про DDoS, оно очень актуально среди моих коллег. И мы вот прям активно общались, обменились информацией, у кого какие там боли в том числе, у кого какие там прогрессы по продажам, по интеграциям и так далее. Часто, и самое, наверное, распространенное сегодня, это голод в кадрах, наличие узкоспециализированных профессионалов на рынке и профессионалов в целом, что сказывается на бизнес-продуктах, бизнес-процессах в целом, как IT, так и ИБ. Наверное, чего не хватает постоянно, это инновации со стороны именно наших компаний в Казахстане, решений, которые были бы уникальны именно для нашего рынка. Может быть, было бы полезно участие регулятора, то есть органов власти, которые бы тоже задали свой тон в повестке, модерации, вот этой дискуссии, потому что вопросы в отношении законодательства также поднимались в ходе первой части, по крайней мере, мероприятия. Я бы привлекал чуть больше непосредственно заказчиков, тех людей, для которых эта конференция и проводится в первую очередь, то есть кто бы мог поделиться своими проблемами и, как сегодня было извлечено Иларионом, более информационной безопасности, которая у нас возникает и с которой мы работаем постоянно. Мне кажется, что, возможно, необходимо осветить вопрос осведомленности, наверное, также уделить внимание подготовке кадров в сфере информационной безопасности. Больше хотелось бы видеть технического взаимодействия, то есть именно технического уровня представления тех или иных решений. Наверное, объема. Хотелось бы, чтобы продукты и профит рос, развивался, людей было больше и в объемах и по людям, и по процессам было больше. Конференция сегодня принесла очень много нового, реально новых решений, о которых наш рынок даже не слышал. За надежными решениями по информационной безопасности обращайтесь к экспертам и партнерам нашей конференции, а за яркими и безопасными событиями к нам в профит-эвенции. Конференция